МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привіт всім любителям спорту. Сьогодні наш тренер Лариса Фомченко зі своєю спортивною командою продовжує знайомити вас із фітнес-йогою. Але замість звичного спортивного спорядження будуть використовувати йога-гамак. Добрый день, добрый день. Сегодня мы продолжаем тренироваться в стиле фитнес, в стиле и в ритме фитнес-тренировки. Но сегодня мы будем использовать уже, ознакомимся с более сложными упражнениями, йога-асанами в полете. Как обычно, настраиваемся на тренировку, складываем ладошки вместе, соединяем плюс-минус. Кисти рук в замочек, стопы давят в пол, на вдохе подтягиваемся вверх, на выдохе ладошки к макушке. И еще раз вдох. Максимально надавив стопами в пол, во время вдоха тянемся вверх. И подтолкнув таз влево, корпус за замочком рук опускаем вправо, расслабляем шею, опускаем ухо на плечо. Держим, держим, спокойненько. Глубже, глубже уходим. Стопы равномерно давят в пол. Прекрасно, во время вдоха выпрямляемся. И на выдохе, расслабляя плечи, опускаем ладошки к макушке. Еще раз на вдохе вверх. И теперь таз вправо, корпус за замочком рук влево. Хорошо. Можно расслабить шею, опустить ухо на плечо. Можно посмотреть из-под плеча вверх. Шея свободна. Замечательно. Не спеша, во время вдоха выпрямляемся, расслабив плечи, выдыхаем ладошки к макушке. И еще раз вверх. Через стороны опускаем. Хорошо. Наши гамачки складываются вдвое. Проверяем края гамака. Сложив вместе, расправляем и опускаем. Скрепочки фиксируем. Упражнение или асана, которое в антигравитационной йоге называется летучая мышь. Обычно она используется как последнее упражнение для полного расслабления. Сегодня мы выполним несколько вариантов, которые можно использовать для укрепления внутреннего мышечного корсета. Садимся в гамачок. Крестцовых косточек не выше, ниже талии. Ниже талии. Больше под бедра. Хорошо. И теперь беремся руками за гамак на уровне скрепочек, швов. Опускаем спину, выпрямив руки. Ноги согнутые в коленях. Колени очень далеко в стороны. Разводим коленки в стороны. И подтягиваем к плечам. Хорошо. Теперь обхватывая гамак, высвобождаем стропы. Так. Хорошо. Хорошо. И отпускаем руки. Руками беремся за ручки длинные строп. Так. Не бойтесь. Чуть ниже коленка. Вот. Чувствуете натянутый гамачок одной стопой, второй. Не торопитесь. Вот. Вот стоит стопа. Встаньте прям стопой на натянутый гамак. И с этой стороны, и второй стопой тоже. Теперь ручки строп подтягиваем сзади к плечевым суставам. И вам нужно, девочки, посмотреть в зеркало, а стопы на меня. Вернее, посмотреть на дверь. Посмотреть на дверь. Дверь с другой стороны. За затылок. За затылок. Хорошо. Хорошо. А стопы на меня. Да. Вот для этого нужно. Так. Хорошо. Выпрямляем ножки. Все. Стоим. Хорошо. Выпрямляем ноги. И вы только поможете себе выпрямить руки. Хорошо. Отлично. Вот такой простой разворот. Теперь. У нас внутренние мышцы бедра. Можно укрепить, используя сопротивление гамака. На прямых руках. Разверните локоть. Вот так, чтобы вы чувствовали, да, чтобы ваши ремешки, ремешки вашего гамака вам помогали. Не могу. Подтяните чуть-чуть ближе к животу руки, кисти рук. Да. Стойте на прямых руках. Хорошо. И теперь. Во время вдоха стопы чуть шире в стороны. Во время выдоха сужаем. Хорошо. Хорошо. Теперь для верхнего, верхней части туловища, плечевого пояса, мы выполняем отжимания. Маша, готовы? Да. Но здесь работает вся спина. Да. Не нужно поднимать таз. Просто передавайте напряжение. Угу. Хорошо. Выпрямляем дуб. Не торопитесь. Синхронно с дыханием. Да, ритм присутствует. Но основной показатель ритма – это ваше дыхание. Ваше дыхание. Хорошо. Замечательно. Сгибаем. Опускаем голову. Сгибаем ноги в коленях. Хорошо. Готовы выходить? Отпускаем ручки строп. И во время выдоха, вот теперь голова идет вперед к тазу. Беремся за гамак вот здесь, между бедром и голенью. И стопы толкаем туда, где была ваша голова только что. Сидя в гамаке, опускаем подбородочек ключицам. Опускаем. Опускаем. Спокойненько, ровненько дышим. Хорошо. Восстановилось кровообращение. Держимся руками за гамак, опускаем стопы, постепенно передаем вес тела в стопы. И перебросив гамак, складываем его в жгутик. Перебрасываем гамачок вперед. Складываем в жгутик и выставляем стопу любой ноги, так чтобы подушечка и пяточка были свободны. Хорошо. Короткие ручки. Хорошо. И теперь повисаем на прямых руках обе стопы в гамаке. Соединив стопы вместе, колени широко обнимаем бедрами гамак. Подтягиваем локти вовнутрь, а коленки, бедра остаются, а локти... Зашнуровываемся, вспоминаем, девочки. Плечи перед гамаком, бедра за гамаком. В разных плоскостях. Хорошо. Не отпускайте. Вместе с ручками. Разворачиваем. Я подержу, смелее. Ручку разворачиваем. Ручку. Да. Все. Хорошо. Тоже самое, Ира. Хорошо. Отлично. Стопы давят друг на друга. Приподнимаем таз. Чуть-чуть приподнимаем над стопами. Так, чтобы пальчики можно было развернуть вниз, пяточки к тазу. Поднимаем таз. Да, руками. Хорошо. Поднимаем. Хорошо. И разверните ножки пальчиками вниз. Хорошо. Теперь руки в стороны. И разворот на плече. Разворот. Нет. Нет. Вот. Вот это разворот. Хорошо. Как лыжник. Ирочка, как лыжник. Хорошо. Получилось, да? А вот подняться, для того, чтобы подняться, нам придется включить в работу те мышцы, которые в повседневной жизни очень редко задействованы. Итак, подталкивая локти назад, да, потихонечку поднимаем. Хорошо. Отлично. Теперь меняем ручки на средние длины. Точно так же. Широко разводим прямые руки. Сначала разводим руки, потом опускаемся. Не торопитесь, девочки. Хорошо. Выпрямляйте руки. Смелее, смелее. Хорошо. И здесь. Вот. Хорошо. То же самое. Угу. Да. Хорошо. Хорошо. Отдохните. Расслабьтесь. А теперь концентрируем напряжение в мышцах плечевого пояса. Плечи. И толкнув, можно поочередно локти назад, поднимаем корпус. Отлично. Отлично. Теперь локти развернуты, плечи лежат на гамаке, локти развернуты наружу. Беремся за гамачок. Да. На уровне талии. Вот там, где самое узкое. Еще чуть выше. Чуть-чуть выше. Да. Так, чтобы вы себя не зажали. И точно так же разворот. Опускаемся. Хорошо. И просто отпускаем руки. Висим на бедрах. Отпускаем ручки. Да. Можно в стороны. Можно шагать ладошками по полу. Немножко растянуть грудную клетку. Полностью. Хорошо. Лучше всего расслабить шею. Расслабьте шею. Так, чтобы голова произвольно провисала. Хорошо. И теперь выходим из этого положения. Достав ручки строп руками. Колени навстречу друг другу. И вперед. Аккуратненько. Аккуратненько. Колени вперед. Хорошо. Так. И лучше взять двумя руками одну ручку. Потом. Молодцы. Широко локти. Широко локти. Ира, широко локти. Плечи. Вы сейчас себя вытолкнете. Да. Хорошо. Поднимаем таз. Приподнимаем таз так, чтобы тело было в плоскости. Да. Копчик. Во. Хорошо. Хорошо. Нам нужно все, что мы растянули, закрепить. Возьмитесь за коротенькие ручки. И поднимите себя. Так. И вот представьте себе, что вот здесь стеночка за вашей спиной. Хорошо. Я понимаю. Локти узко. Вперед. Выпрямляем руки. Ложимся. Хорошо. И теперь, снова согнув ноги в коленях, вот теперь коленки вовнутрь. Освобождаем стопы, садимся в гамак. И круговыми движениями снимаем напряжение со стоп. Стопы выталкиваем. Отлично. Хорошо. Тож, навіть йога дає вам можливість позайматися більш ефективно та интенсивно. Но самое главное, нужно помнить о том, что все из йоги. Чем бы вы ни занимались, вы все равно, мы, в принципе, возвращаемся к истокам этого. Во-первых. Во-вторых, сегодняшнее занятие как раз показало, что поднявшись немножко над уровнем земли, над уровнем своих проблем, немножечко взлетев, на самом деле мы получаем возможность более глубоко и сильно воздействовать на своё тело. Редактор субтитров А.Семкин